С другой стороны, отношения, когда строятся спокойно, они развиваются спокойно, люди привыкают друг к другу, постепенно начинают заботиться, служить друг о друге, создаются счастливые семьи. Но у нас в сердце нет такой идеи, спокойно встретиться с тем, с кем спокойно будут развиваться отношения. У нас нет в сердцах такой идеи. Почему? Потому что нет знания. О том, как создавать семью. У нас нет знания, в сердце нет знания, но есть желание наслаждаться человеком, дорогие. И даже когда человек уже женился, и у него уже создается хорошая семья, спокойная, он все равно это желание в своем сердце лелеет. И он думает, нет, я хочу настоящей сильной любви, меня не устраивает спокойные отношения такие. В результате он теряет счастье в семейной жизни. И потом начинает мучиться, мыкаться, мыторством занимается, мучается в жизни. Почему? Потому что голос совести был попран. А что такое голос совести? Это штука такая, которую надо развивать. У детей она работает сама. Но она также сама и выключается у детей, как включается, потому что дети часто чего-то сильно хотят, и совесть у них сразу отдыхает в это время. Но она включается, у них голос совести, когда ребенок просто в спокойном состоянии находится, у него включается. Потому что дети непосредственные, они очень чисты внутри. А у них нет никаких идей. То есть идея – это функция разума, а разум у них не работает. Поэтому и совесть работает, включается сама. Они чувствуют, где хорошо, где плохо, истина, ложь. Они очень хорошо чувствуют. Но взрослые люди начинают предаваться своим желаниям и своему пониманию вещей. Вот это и является ловушкой в жизни. Потому что на самом деле есть только один способ жить правильно. Надо каждый день ставить перед собой изображение святого человека, который будет являться отражением твоего голоса совести. Веды говорят, что святой человек – это совесть снаружи. Мы снутри совесть почувствовать очень сложно, потому что желание говорит «вот так правильно». И очень трудно понять, как правильно в результате. Желание перебивает. Но когда ты начинаешь поклоняться святому человеку, то от него начинает исходить ощущение, что на самом деле вот так правильно. И это ощущение не всегда согласуется с моим желанием и мнением. Поклонение святому человеку пробуждает голос истины в сердце. И человек становится совестливым. На самом деле невозможно быть совестливым перед самим собой сначала. Потом можно будет со временем, но сначала нет. Можно быть совестливым только перед кем-то. И поэтому голос совести раскрывается постепенно в нашей жизни только через общение с кем-то, а лучше через общение с чистым человеком. Ну то есть он является олицетворением фактически твоего голоса совести. И это факт. Потому что именно Бог дает святого человека для того, чтобы мы Бога начали чувствовать в сердце через Него. То есть начинается все снаружи, заканчивается внутри. Таков процесс. Это очень простой метод. Я советую вам всем воспользоваться. Единственное условие. Не надо святого человека уговаривать, что вот так вот. Если вы будете смотреть на фотографию и говорить, «Ну ведь правда же, я должна за Него выйти замуж!» То фотография начнет вам кивать вот так со временем. Но это не святой человек будет вам кивать, а ваше собственное желание. Понимаете? И поэтому это не метод. Метод означает, что человек просто поклоняет святому человеку и не думает, забывает про свое желание. И в тот момент, когда он совсем забывается в этом поклонении, то к нему в сердце приходит неожиданное ощущение. Вот так. Неожиданно очень. И как бы немножко это дергает, потому что чаще всего это не согласуется с желанием. В большинстве случаев. Потому что когда желание правильное у человека в сердце возникает, то оно не имеет интенсивную природу. Оно имеет спокойную природу. И очень наполнено свободой. Ну то есть, когда правильное в сердце приходит, оно говорит вот так. Ну ты можешь поступать и так, и так, как хочешь. Ну вот так правильно. То есть настоящая правда, она никогда не тянет никуда. Она приходит очень мягко в сердце и говорит, вот за этого лучше выйти замуж, но тебе нравится больше тот. Настоящая правда. Она никуда не мучает человека, не зовет. Манит, манит, манит карусель путешествие по замкнутому кругу. Так карма действует. Не надо поддаваться. Она манит эту карусель. Не надо поддаваться. Замкнутый круг. Карму нет, не надо. Надо от нее убежать. Она сгорит. Отрабатывают карму только ослы. Там знаете, как все происходит? Ослу показывают морковку. Вот. И он крутит. Жернов и вода поступает. Целый день ходит за морковкой. Целый день. Периодически ему дают ее скушать, чтобы он чувствовал, что достиг. Настоящий разумный человек карму сжигает. Надо погрузиться в деятельность духовную, и карма сгорать начнет сама. Карма сгорает всегда, когда человек очень сильно погружен в деятельность, связанную со счастьем. Эта деятельность ничего общего с желаниями не имеет. Эта деятельность направлена на служение святому человеку. Вот вы сейчас слушаете лекцию, это ничего общего с кармой не имеет. Это не по карме происходит. Это совсем другое. То есть надо понять, что карма – это сила, которая связана с желаниями. А вы заметили, что когда начинаешь лекции слушать на духовные темы, они поглощают тебя, и эти желания имеют другую природу. Они имеют природу радости. И часто бывает так, что лекцию неохота слушать. Ну просто делать нечего. Вставляешь как бы в уши лекцию, и потом она поглощает тебя, и ты включаешься как бы в другое состояние счастья, которое не похоже на обычную жизнь. Ну ты слушаешь, 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 слушаешь. Другая жизнь начинается с кармы, ничего общего не имеет. Потому что после этого слушания ты чувствуешь, как хорошо, какое счастье. И все от тебя, все события, все проблемы отступают. Так действует духовная энергия. Она все сжигает сама. Все решается само собой. А если человек занимается активно духовной практикой, у него все вопросы решаются сами собой. Потому что эта деятельность, она сжигает карму. Карма означает вопросы, проблемы. Проблемы решаются. Это не означает, что они, события плохие полностью уходят. Иногда человек просто начинает понимать, как к событию относиться правильно и спокойно к нему относится. И все. Ну допустим, кризис с помощью духовной практики невозможно преодолеть. Это общей страны, как бы карма всей страны. Но один человек не может с ней справиться. Но он хорошо начинает правильно относиться к кризису. Зачем нужен кризис? Чтобы погрузиться в духовную жизнь. Периодически у человека как бы внешняя карма становится хорошей. И тогда страна процветает. В это время люди начинают наслаждаться, работать, а не забывают про внутреннюю жизнь. Когда наступает кризис, то внешняя карма хорошей перестает быть. И вовне счастья нет. И человек начинает думать, как же жить, где же счастье брать. И он начинает заниматься внутренней жизнью. Согласно ведам, вот эти кризисы – это самое ценное в жизни вообще. Это самое главное время, потому что все остальное время человек просто наслаждается. Он не живет. Настоящая жизнь означает, что человек очень глубоко погружается в работу над собой. И он испытывает глубокое внутреннее счастье в это время. Поэтому не факт, что кризис – плохое время. Допустим, если взять войну, военное время. Люди, когда приходят с войны, они потом всю жизнь вспоминают войну. Почему? Потому что в это время их душа полностью поглощена была вот этой жизнью, которая полна опасностей, чувства долга, преодоления трудностей. Когда человек приходит с войны, уже идет простая жизнь. Он не живет ей. Он опять те же самые песни военные поет. То есть он живет той же жизнью, потому что она более насыщена. Жизнь в страдании имеет более насыщенную природу, чем жизнь в счастье. Понимаете? Но духовная жизнь выше всего этого стоит. Она выше жизни в страдании и жизни в счастье. Когда человек начинает свое внутреннее глубокое общение со святым человеком с фотографией устанавливать или с иконой, он живет другой жизнью совсем. Эта жизнь, она растворяет все вокруг. Она теряется ощущение страданий. Человек, близкий человек ушел, допустим, он чувствует, что это плохо, начинает пытаться вернуть его. Но вот это ощущение, что как людей разрывает на части, оно пропадает. Понимаете, человек спокойнее ко всему, к судьбе относится. Это не означает, что он безразличным становится. У него чувства более наполнены правильными вещами. Он, например, глубже начинает понимать, почему человек ушел, как надо к нему относиться. Внешне он спокойный, но внутри он глубок. Он может лучше к людьме относиться, глубже. Только человек, который от кармы чуть-чуть освобождается, от тяжелой, начинает глаза людей видеть. Вы заметили, что по улице иногда ходят люди, у которых стеклянные глаза? Они ничего не видят вокруг. Ведь так? Особенно, когда кризис идет. Много таких людей на улице, так или нет? Знаете, почему они такие стеклянные? Потому что человек погружен в страдания. Он не видит ничего вокруг. Это тупое состояние. В нем человек не может ни в чем разобраться. Поэтому для того, чтобы голос совести хорошо работал, человек должен в контакте, в глубоком находиться с духовным учителем, со святым человеком. Этим контактом растворять страдания и жить глубокой осмысленностью. Глубоко учиться видеть людей, понимать их чистоту и так далее. Понимаете? Это настоящая глубокая жизнь. И когда человек такой жизнью идет, то его пугает даже мысль о неправильном поступке. А когда человек погружается в свои желания, то он не боится поступать греховно, потому что он глубоко уверен, что он правильно в себя ведет. Ну как определить, правильно ты делаешь или нет? Надо свериться с эталоном. Всегда это так. В науке, допустим, эксперимент поставил, смотришь, правильно все или неправильно произошло. То есть всегда надо сверяться с эталоном. Но мы в жизни этого не делаем часто. Мы думаем, что эталон сам срабатывает. Нет? У нас, само собой, срабатывает только желание страдать. Стремление к страданию, само собой, срабатывает. Сильное желание всегда означает, что будет плохо. Это критерий. Например, есть возможность купить квартиру. Итак, а-а-а, куплю квартиру. Сильно в сердце загорелось. Значит, остановись. Не покупай, там ничего хорошего не будет в этой квартире. Будет плохо. Второй вариант. Появилась возможность купить квартиру. И как бы, ну нормально, спокойное чувство. Можно покупать, можно нет. Нормальная квартира. Ничего особенного, сильно хорошего или сильно плохого. Ну просто нормальная квартира, удобная. И в принципе чувство, что можно нормально там жить. Все это значит, надо покупать. Почему? Потому что это значит, что действует хорошая судьба. Хорошая судьба никогда за чувства не хватает. Жжения нет. За чувство схватило, хочется что-то сделать. Значит, действует плохая карма. Всегда так действует. И именно в это время человек должен сесть, помолиться, чтобы его жжение-то остановилось, успокоился. И в спокойном состоянии он будет тогда чувствовать, надо так делать или нет. Иногда события вызывают отвращение, наоборот. Тоже действует плохая карма. Надо помолиться и узнать, а может быть это хорошее событие. Несмотря на мое желание не ходить, допустим, надо, наоборот, сходить. Такое бывает. Вот, допустим, вы заметили, что на эти лекции люди часто не хотят идти. Вы говорите знакомым, пойдем на лекцию сходить, такая интересная. И он говорит, нет, нет, я не хочу. Но он даже не знает, о чем речь, правильно? Просто не хочу и все. Почему? Потому что вот это чувство мешает. Голос совести не срабатывает в этом случае. Другие люди, пойдем, сходим на лекцию. И он такой говорит, ну, пойдем. Спокойно. То есть пришел спокойно, сел. И раз, чувствует, что тут хорошо пошло, хорошо пошло. Это означает, выше судьбы что-то действует. Надо понять вот эти вещи, разобраться в них. Иногда человек бежит куда-то на концерт, на лекцию. Я хочу, потом приходит, что-то не то. Карма сработала. Когда человек вне кармы, он всегда или с радостью, в глубокой радости делает. Это не желание. Радость это совсем другое. Ну, допустим, некоторые люди спокойно идут на лекцию, но внутри очень большая радость. Это не карма уже действует. Это духовная связь действует, духовное отношение. Следующее высказание святого человека. Грех порождает грех, как гонек разжигает пламя. Нужно бежать от греха, как от опасности, более страшной, чем пожары. Ну, то есть человек, допустим, на ночь переел, на следующий день опять захочется. Я, допустим, в Краснодаре жарко сейчас и йогой тяжело заниматься. Я в последнее время, ну, там меньше-меньше все начал йогой заниматься, потому что очень жарко и тяжело, как бы душно становится время занять. Приехал сюда, здесь хорошо, свежо, и начал йогой заниматься. Чувствую, не хочет тело заниматься йогой. Отвыкло. Сегодня утром пытался заниматься йогой. Чувствую, оно говорит, да расслабься ты, что ты мучаешься. Тело мне, как бы. А я знаю, что это, как бы, все ерунда. Надо просто дальше заниматься и заниматься. Не слушать тело. То есть желания всегда вот такую природу имеют. Они нас заставляют делать то, что не поможет. Йога – это надо заниматься, это здоровье дает. Я позанимался, чувствую, лучше стало. Потом уже, когда позанимался. А пока занимался, совсем другое мнение было. Нет, тебе не надо. Да, сегодня не надо. Сегодня это исключение. Завтра будем заниматься. Завтра обязательно. Сегодня нет. Так действует желание. Торт сегодня вечером, последний раз покушаем и все. Это вообще торт очень хороший, вегетарианский, чистый такой. Надо вегетарианскую пищу кушать обязательно. Вечером ничего страшного. Олег Геннадьевич уже спит в это время все. Все, можно поесть. Завтра не буду уже. Поел. Грех порождает грех. Как органек разжигает пламя. На следующий день желаний еще больше будет. Ты прям реально будешь хотеть. А через день у тебя уже пропадет даже ощущение, что не надо так делать. Ты просто будешь есть и все. Потому что хочется сильно и все. Человек один раз жене изменил, потом хочется очень сильно. Один раз своровал, уже все. Он не может без этого жить. Ему хочется еще раз. Он теряет себя, человек, в этих желаниях. Потому что каждое такое желание разжигает искорку. Пламя возник, разгорает. Один раз плохо подумал о человеке, в следующий раз о нем уже хочется плохо думать. Потом еще об одном начал плохо думать. И так все, в негатив ушел в полный. Обо всех плохо думаешь. Все плохие, я хороший в результате. Это всегда так бывает. Грех порождает влег. Нужно бежать. Бежать от греха. Плохо подумал, надо кланяться мысленно человеку, просить прощения. Каждый раз, когда у тебя возникает такая вот ситуация, когда ты плохо, что-то плохое о ком-то в сердце вошло, надо бежать, гнать это из сердца сразу же, быстро гнать. Надо быстро очень реагировать на это. Не надо этому солить. А может он правда плохой. Ну какая тебе разница, плохой или неплохой? Что, от этого ты лучше станешь? Надо бежать от этих мыслей. Это не мое дело. Зачем думать об этом? Плохой кто-то, неплохой. Каждый человек ошибается, думает, делает плохо. Ну что делать? Такова жизнь. Из всех искусств высшее и ценнейшее искусство. Не воздавать злом за зло. Мы говорили уже много на эту тему. Не замышляй злого даже в отношении обидчика. Если ты хочешь повредить кому-либо, ты навредишь своему жизненному пути. Судьба портится. Мы говорили. Видите, в теме совести тоже эта тема поднимается, как бы, что не надо делать зло в ответ на страдания свои. От врага можно убежать, но последствия твоих дурных поступков тебя неминуемо настигнут. Возмездие за греки следует за грешником, как тени. Делающий злое не избежит наказания. Как это происходит? Неожиданно. Неожиданно. Обстоятельства стекаются, и человек начинает страдать. Ничего не может сделать. Там на работу не берут, здесь на работу не берут. Этот не смотрит, тот не смотрит, все уходят. Ну то есть наступает время, человек страдает. И ничего не может с этим сделать. Почему? Потому что так действует судьба. Эта судьба заставляет страдать. Я на себе это четко почувствовал. Когда приходит вот это время страданий, то ничего не можешь сделать. Просто все рушится. Ничего не сделаешь вообще. Даже молитва не помогает. Приходится страдать и все. Иногда молитва спасает. У меня недавно была такая ситуация. Опасность сильно возникла, я начал сильно молиться, и все рассеялось. Тучи рассеялись. Иногда так не бывает. Иногда не хватает силы духовной, чтобы победить страдания. Поэтому лучше просто не грешить. Иначе неминуемо страдания наступят. Ты любишь себя, так не делай никому ни малейшего зла. Если ты себя любишь по-настоящему, не надо никого трогать. Своими мыслями, своими словами, поступками. Следующая тема. Общественное сотрудничество. Или просто сотрудничество. Разве обитатели земли сделали тучам что-то хорошее, что тебе посылают на землю дождь? Так и мы должны бескорыстно служить обществу. Смотрите. Веды объясняют, что никакая энергия, существующая в этом мире, никогда не приходит само собой. Допустим, мы думаем, кишечник работает само собой. Мы закладываем что-то в рот, потом смотрим, какой результат. Все. Мы не знаем, что-то внутри происходит. Происходит все само собой автоматически, как мы говорим. Автоматически. Смотрите, какая иллюзия, какой бред вообще. Какой бред. Вы машину впустите автоматически, она в столб врежется. Ничего само собой не происходит. Все имеет свою причину. Для того, чтобы было электричество в розетке, работает электростанция. Но мы не знаем, как работает, почему сам по себе работает организм. Мы не знаем этого. Веды объясняют. Что 33 миллиона высших живых существ в этой вселенной управляют разными структурами человеческих, ну вообще, любых организмов. И они все находятся на умственном плане, эти живые существа. Их называют полубоги. И каждый из них занимается своим делом. Кто-то пищу по кишечнику толкает, кто-то помогает моргать глазами. У каждого своя функция. И они как бы энергию дают живым существам, чтобы это все делать. И все это поэтому работает. Они это служат бескорыстно в состоянии глубокого счастья. Всем людям, вообще всей вселенной. Это менеджеры вселенной. Они управляют всеми движениями. И вы знаете, Веды объясняют, что когда светит солнце, одна личность, ее называют Сурия Нарайна, она в состоянии глубокой радости эту энергию света дает всем. Это не то, что сама эта энергия там бесконечно много вырабатывается. Ученые говорят, когда покаснет солнце. Глупость какая. Если бы оно могло погаснуть, оно уже бы светило меньше. Нам бы холоднее с каждым днем хотя бы чуть-чуть было жить. Ведь так в этом заключается смысл. Но не могут ядерные реакции продолжаться бесконечно. Любой реактор заканчивается ведь так. Тем более никто не управляет им. Если взять, допустим, любой реактор, поставить без управления, все начнет гаснуть постепенно. Почему? Потому что нужно подкладывать энергию, чтобы оно постоянно работало. И мы такие искренне думаем, что солнце гаснет. Но если гаснет, мы бы сейчас мерзли. А у нас, наоборот, все горячее и горячее жить становится. Безумие, безумие. Полное думать, что в этом мире все происходит само собой. Мы думаем, что само собой светит солнце для нас. Само собой поддерживается на земле правильная атмосфера. Смотрите, очень четко пропорции всех газов соблюдены в атмосфере, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Свежий воздух. Мы говорим, иди на природу, и будет свежий воздух. Что такое природа? Это воздух, где мы ничего не трогаем. Мы можем только нагадить в этом мире. Самый вкусный продукт – это продукт, который не коснулся руки человека. Человек в него химические стабилизаторы вводит, всякую дрянь, и это потом невозможно есть. Но самый лучший продукт, который сам вырос, его срываешь и кушаешь, все. Это самое чистое, самое вкусное, самое изысканное блюдо. Это блюдо сделано из продуктов, которых не коснулась рука человека. Чем больше цивилизации, тем тяжелее кушать. Я в Москве жил, в центре Москвы. Невозможно ничего кушать, потому что все выражено искусственно. Все везде человек вмешал со своей глупой силой грязной. Хотя он хотел сделать лучше, а получилось как всегда. Природа всегда действует гораздо лучше, чем мы. Человек хочет зачать ребенка. Мне рассказывал гинеколог. Люди что только не вытворяют. Пытаются и так, и всякое, такие лекарства пить и такие. Потом думают, ну невозможно зачать. Едут просто отдыхать куда-нибудь. Начинают с любовью друг к другу относиться. Гуляют по солнцу. На природе находятся, бац, зачалось. Само. И она говорит, в основном люди начинают, просто расслабившись и отдыхая, не думая ни о чем. Потом и зачинается ребенок сам по себе. Смешно. Они пытаются сами что-то делать, ничего не получается. Просто обычное состояние, жизнь на природе, и зачатие происходит само собой. Без всяких проблем. Так? Почему? Потому что природа все безукоризно делает для нас. Но мы... Тупость в чем заключается? Мы этого не понимаем. Веды объясняют, что во Вселенной существует 400 тысяч разумных форм жизни. Человечество — это одна из всех форм. И негры, и все там эскимосы — это одна форма жизни. Так же, как деревья — это другая форма жизни. Не то, что каждое дерево — это новая форма жизни. Нет, все деревья — это другая форма жизни. Понятно? Так вот. Из 400 тысяч разумных форм жизни человечество считается одной из самых неразумных. Там в ведах дается классификация. И знаете, какой критерий? Чем разумнее форма жизни, тем больше она понимает, что происходит во Вселенной. Что есть высшие силы, что есть Бог, что на самом деле надо быть благодарным за свет солнца, надо быть благодарным за воздух, которым ты дышишь, за воду, которая из крана идет и так далее. Разумность означает осознанность, что ты реально понимаешь, что все не просто так происходит, что это все не автоматически происходит. Понимаете? Неразумность означает, заглотил и смотришь результат. Ты не понимаешь, что там все работает благодаря тому, что кто-то хочет, чтобы ты жил. Нас выращивают здесь высшие силы. Для чего? Для того, чтобы мы когда-нибудь поняли, что надо перестать жить для себя. Что надо начать служить этому миру, обществу, земле, людям вокруг. Кому-то служить надо начинать, и тогда жизнь станет счастливой. Надо перестать думать о своих проблемах. О, меня все мучают, я так плохо живу, у меня геморрой, Олег Геннадьевич не хочет на мои записки отвечать. И так далее. Постоянно о себе. Я, 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 я. Невозможно так жить. Одни страдания. Надо от себя отплечься чуть-чуть. Чуть-чуть отплечься от себя. И начать думать о ком-то другом. Сразу легче жить станет. Тут же. А еще лучше жить, думать о святом человеке и мысленно кланяться ему служить. Вообще хорошо жить станет сразу. Разве обитатели земли сделали тучам что-то хорошее, что те посылают на землю дождь? Так и мы должны бескорыстно служить всему вокруг. Ведь тучи управляются тоже кем-то, поймите это. Не просто так все происходит. И нам все эти живые существа служат абсолютно бескорыстно. Мы даже понятия не имеем о том, что они есть. Мы просто пользуемся всем. У нас общество потребителей. Общество потребителей – это инкубатор. В инкубатор курицы сидят, им все приносят, они кулют, ходят. Ну и общество потребителей – полная тупость. Человек должен из потребителей превратиться в Созидателя. Мы должны создавать, постоянно повторять, я желаю всем счастья, постоянно думать о хорошем, создавать счастье вокруг себя, жить не для себя, забыть про себя. Жизнь для себя означает общество потребителей. И сразу счастье придет в жизнь. Пока человек для себя живет, он живет кармой. Свои желания означают петля всегда. На что боролся, на то и напоролся. То есть постоянно будет плохо, когда только о себе человек думает. Отплекся от себя, сразу жизнь началась. Женщины часто говорят, я не болею, потому что некогда болеть. У меня столько дел. Так это факт. Когда женщина живет для детей, она не болеет, она здорова сразу становится. Когда детей нет, женщина начинает болеть. Потому что нет для кого жить. Понимаете? Человек должен для кого-то жить. И тогда он становится здоровым, счастливым, гармоничным. Вы говорите, а если нет для кого жить? Надо искать. В ваших интересах искать. Желайте всем счастья. Я вам приводил пример. Бабушка счастливая, потому что кошка на площадке была. Она ее кормила. Потому что соседи есть. Потому что люди рядом вокруг ходят. Она со всеми счастливая. Со всеми общается, здоровается. Все. Полноценно функционирует человек. Дома никого нет. Все померли. Она функционирует полноценно и счастливо. Глаза горят. Почему? Потому что она живет правильной жизнью. Человек не должен жить для себя никогда. Ни в этом, ни в ином мире ничто не сравнится с радостью от помощи тем, кто вокруг нас. Не упускайте возможность получить эту драгоценную радость. Только лень, инертность и тупость человеческая не дают ему возможности воспользоваться этим. Часто мы думаем, пускай сам сначала для меня начнет что-то делать, тогда я для него буду делать. Это называется тупость. Сегодня я не буду никому ничего делать, я устала. Это называется лень. Тупость, лень, отсутствие знания о том, как правильно ждать, рождают все страдания. Просто в состоянии радости вскопать газон. Не думая о том, кто оценит, не оценит. Просто это называется внутренняя жизнь. Что такое внутренняя жизнь? Внутренняя жизнь – это единственная жизнь, которая может приносить счастье. Нет другой жизни, которая приносит счастье. Когда человек чуть-чуть погружается в внутреннюю жизнь, допустим, ему нравится какая-то работа, он начинает работать, ему хорошо, ему все равно как оценят, что скажут. Ему просто хорошо, он в этой работе варится, это называется внутренняя жизнь. Он испытывает глубокое счастье в это время, человек. Человек должен жить только внутренней жизнью. Надо всегда искать способ служить, заботиться о других. И быть в состоянии радости, и не обращать внимания, кто как оценит. Пошел в газончик, копаем, все, всем улыбаемся, все нормально. Скажут, хорошо или нет. Не имеет значения вообще, испытывай радость от самого процесса. Наслаждайся тем, что ты габаешь газончик, потом смотри, как цветочки растут, радуйся за цветочки, все, жизнь будет кипеть. На работе тоже можно организовать внутреннюю жизнь. Надо желать счастья всем, кто работает вокруг. Начни, через неделю ты будешь чувствовать, как люди на тебя смотрят по-доброму уже. Потом внутренние отношения с каждым человеком у тебя разовьются. Потом ты будешь приходить на работу и им говорить, я так рад вас видеть всех. И они тебе будут улыбаться. Иногда у человека плохая карма, и поэтому у него гримаса такая, допустим, он хочет созлиться на всех. Но ты ему говоришь, я рад вас так видеть. И он такой, тоже пытается улыбаться. Хорошо, пошла, заработала система, понимаете. Если ему не будет желать счастья, не заработает никогда. Он будет еще больше душить тебя своим настроением. Поэтому единственный выход – это всем желать счастья, жить внутренней жизнью и наполнять всех радостью. Даже тех, кто хочет злиться постоянно. Но у них так карма действует, понимаете. Человек не может, он его скрутила, эта карма. Что делать? Человек рождается, как член общества. Только тот живет правильно, кто сотрудничает с другими. Того, кто не считает это своей обязанностью, следует считать мертвым. Серьезно высказано? Помните, я говорил, статуя, женщина статуя. Это правда. Сотрудничать означает, не ты мне, я тебе, а означает просто служить. И все. Здесь неправильно переведено. На самом деле здесь речь шла именно о служении. Иногда так бывает. Санскрита трудно правильно перевести. Надо просто служить. Всем служить и не думать вообще о себе. Жить для других постоянно. Все. Все будет хорошо. Я сегодня молился Богу за здоровье одного человека. И так было тяжело. Чувствую, не получается. Не помогая ему своей молитвой. Молился, молился. Ничего не получается. Так расстраивался. Потом начал вспоминать людей, которые ходят ко мне на лекции. Вас начал вспоминать. Мысленно начал всем кланяться. И думать, ну помогите мне помочь этому человеку. И я почувствовал такую силу. Сразу такая сила пошла. Я начал чувствовать. Люди помнят меня, думают. С радостью вспоминают. Я начал, как бы эту силу взял, направил нас на этого святого человека. И такая пошла сила в молитве. Я почувствовал помощь такую очень сильную. Называется сотрудничество. Сотрудничество означает, помнит сердце, не забудет никогда. Сотрудничество означает думать о хорошем. И это хорошее направлять на пользу другим. Вот так надо жить. Надо вспоминать хороших людей и помогать другим людям за счет этого вспоминания. Не надо никогда зацикливаться на себе. То есть надо всегда действовать вот таким образом в жизни. И это нацеленная, глубокая, насыщенная жизнь. Понимаете? Человек рождается как член общества. Только тот живет правильно, кто служит другим. Тот, кто не считает, что он должен это делать, следует считать мертвым. Этот человек будет страдать всегда. Будет несчастным все. Не будет счастья в такой жизни. Постоянно обиды. Эти мне не то сделали, эти не то. На работу меня не берут. Замуж меня не берут. Все плохие. Понимаете? Проблемы. Надо от себя отвлечься просто. Начать жить для других. Отвлечься от себя. Когда богатство приходит человеку, осознающему свой долг по отношению к людям, это подобно наполнению дождем водохранилища. Это значит, что все будут пить эту воду, богатство. Когда деньги приходят человеку бескорыстному, надо цельному служить другим. Этот человек воздымает руки в небо и говорит «Ура!» Или как там еще, я не знаю, у вас. У вас как-то по-другому. И говорит «А-а-а!» «Я смогу всех сделать счастливыми!» Он говорит «А-а-а! Я построю дом!» Нет? Он по-другому поет. У него другая песня, понимаете? «А я всех сделаю счастливыми!» И он наполняется радостью. Этот водоем начинает всех поить людей. Все становятся счастливыми. И эта энергия начинает оборот. Люди думают часто, что если я буду раздавать, все закончится. Ничего подобного. Эта энергия имеет оборот. Она оборачивается. Под Дели есть такое святое место, Вриндаван. Там много храмов. Но меня не это привлекает. Там, в этом святом месте, есть один, живет дяденька святой. Его зовут Баларам Баба. И он один раз руки к небу вот так протянул и сказал «Я буду кормить всех, кто ко мне придет». Не имелось в виду за деньги. И что вы думаете дальше произошло? Люди приходили к нему, и он их кормил. Люди приходили к нему, и он их кормил. А потом люди начали приходить к нему для того, чтобы давать деньги, для того, чтобы он их кормил. Других. И потом еще больше этих людей начало приходить, а он еще больше начал кормить. И сейчас у него огромная территория уже, огромное место, где приходит каждый день куча народу. Все садятся и кушают. И куча народу приходит, ему дают деньги на то, чтобы все кушали. Люди помогают ему во всем. Привозят пищу и все прочее. Этот оборот идет и идет. Уже много лет. Он уже не один год этим занимается. Весь Вриндаван знает этого человека. Все кланяются ему. Он испытывает огромное счастье в виде людей, потому что все улыбаются в его, все его любят. Он при этом не думает о том, сколько он заработает, нисколько. Но у него нормально, он ездит на мотоцикле. То есть не то, что он там весь нищий, запаренный. У него есть средства. То есть он строит что-то там, помогает, жертвует еще. Кроме того, что он кормит, он еще в других проектах начал участвовать. Но он просто обычный, нищий священник, который нигде не работает. И у него ни копейки не было денег. Как такое возможно? Как вы думаете, что человек начал такими процессами управлять? Столько людей кормить. Попробуйте накормить хотя бы одного человека в день. Вы увидите, что для этого надо быть достаточно состоятельным человеком, чтобы хотя бы одного человека в день нищего кормить. Чтобы выделить чуть-чуть денег на кого-то, кроме себя. У этого человека не было ни копейки. Максим Володин мне рассказывал. Когда путешествовал по Идеи. Он был такой брахмачарий, то есть в красном, отреченный человек. И один мальчик подошел к нему и спросил. Рупи, Рупи. Мальчик маленький, 6 лет. И он ему говорит, я брахмачарий. Это мне Рупи. И мальчик такой увидел, как бы он правда брахмачарий. Он начал что-то искать, вытащил и Рупи ему дал. Последней Рупи, которая у него была. И он тогда понял, что это за мальчик перед ним. Он сам ему назад начал все отдавать. Понимаете? Когда человек бескорыстен по природе, у него нет проблем с деньгами вообще. Я заметил такую закономерность. Когда человек побеждает корысть, и у него сильное желание победить корысть, означает, победить корысть можно в сильной занятости. Когда человек сильно занят для других, он варится в этом процессе. Всегда однозначно будут какие-то деньги. Но когда человек побеждает все корысть в этой занятости, то у него всегда столько денег, сколько нужно. Всегда столько, сколько нужно. Я проверил это на своей жизни. Я взял себе пять учеников. Это было где-то лет 15 назад. И мы начали ездить, читать лекции. Мы не думали о деньгах. Просто читали лекции. И мы иногда уезжали в святые места для того, чтобы восстанавливать силы. Изучать, писать книги и так далее. И разок мы уехали в такое святое место. И у нас, мы там лечили еще людей много. И у нас кончились деньги. Все до копейки полностью. Ни на билеты, ни на что нет денег. У них все пусто. И они такие пять человек приходят ко мне. Нем-нем. Нем-нем. Ну, кушать захотелось. Как мы будем жить? Такие. Глаза квадратные у всех. Я посмотрел на них и сказал. Не волнуйтесь. Бог находится прямо здесь. И они вообще ничего не поняли. Пошли. По своим местам. Мы побледнели все. Как бы кушать нечего. Страшно. Заходит человек. Говорит. Вы знаете, у меня есть одна знакомая. В Австрии живет. Или там, а в Австралии. В Австралии живет. Она болеет. Вы по интернету пока, пожалуйста, как бы, получите ее фотографию. Дайте ей диагнозы. Лечение назначьте. Вот вам 80 долларов. Ну, конверт дал с письмом и 80 долларов в конверте. Мы прожили несколько дней. Опять денег нет. Опять они подходят. Нем-нем. Мне говорят, да не волнуйтесь, вы, все нормально будет. Вечером в этот день приходит другой человек. Говорит, у меня есть знакомый, такого я уже не помню, где, в Америке, по-моему. Он хочет, чтобы вы ему советы дали по здоровью. Вот вам 60 долларов. Я говорю, хорошо, прожили еще несколько дней. Деньги кончились. Нем-нем. Я говорю, да расслабьтесь вы, все нормально будет. А не опять, что ли, кто-то придет, деньги принесет? Я говорю, да. И начал молиться просто Богу, и все. Приходит один человек, который у нас один духовный учитель. Он такой говорит, я слышал, что вы тут без денег живете. Я говорю, да нет, приносят всегда деньги. Все у нас, все с деньгами, все нормально. Но я слышал, что у вас проблемы с деньгами. Я говорю, да нет проблем. И вот эти мои ученики, есть, есть проблемы. Расскакивали. Ну, казалось, он несколько заводов, у него очень богатый человек. Он достал вот такую пачку 100 долларовых купюр, вот такую, и положил. Если еще надо будет, скажите. И пошел. И нам хватило и на жизнь, и на то, чтобы поехать там, и организовать дальше лекции и все прочее. Ням-ням они больше не говорили. Не поняли, что все работает именно так. Что если человек бескорыстен, настроен бескорыстно, то люди помогают ему во всем. Они ему дают и средства. Я вам приведу другой пример. Например, в Казани ко мне подошла одна женщина. Говорит, я хочу полечить ребенка. Сколько стоит у вас лечение? Я смотрю на нее и чувствую, что что-то не то. Говорю, а вы замужем? Она говорит, нет. Я говорю, а сколько у вас детей? Она говорит, четыре. Я говорю, а вы работаете? Она говорит, нет. Я такой, у меня глаза округлились такие. Я говорю, а почему вы спрашиваете о цене? Она говорит, ну, почему? Я хочу съездить к вам, полечить ребенка. Я говорю, ну, я могу бесплатно вас полечить. Она говорит, да я заплачу. Я говорю, откуда у вас деньги? Она говорит, а вы знаете, я, говорит, вот служу своим детям, говорит, забочусь о них, забочусь обо всех вокруг. И люди приносят мне деньги, приносят мне кушать. И, ну, то есть, она просто воспитывает детей и все, больше ничего не делает. А все остальное, люди, ее друзья, знакомые, они ее так любят все, что приносят ей все необходимое для того, чтобы она жила. Вы можете в это поверить или нет? Нет. Знаете почему? Потому что внутри живет одна штучка, называется жаба. И она никогда не даст поверить в эти вещи. Почему? Потому что этот закон пожертвований, он работать начинает только тогда, когда жабу немножко придушил. Если ее чуть-чуть придушить, тогда это все начинает работать, только в этом случае. Эта женщина очень спокойна. Она говорит, я заплачу, у нас есть деньги. Но откуда деньги у нее? Она не работает, четверо детей. Ее судьба такая. У нее было трое детей, и муж ее бросил. Она встретилась с другим человеком, родила еще одного ребенка, и этот человек умер. Она осталась одна. И она счастлива. Маленькие дети все. Самым старшим 5-6 лет где-то. Маленькие дети, четверо детей. Она в состоянии глубокой радости живет. Вообще никаких проблем. И она не работает. В Менгале есть такая история. Один человек жил, проводил духовные программы у себя дома и кормил всех людей вокруг. Он был брахман, то есть священник. И один раз, как бы, его родственники усомнились в том, что они смогут так прожить. Ну что, он занимался только тем, что служил людям. Он нигде не работал. У него не выращивал никаких полей. Просто, как бы, он вот так вот проводил духовные программы и кормил людей. И Господь сам пришел к нему и сказал, в этом доме всегда будет пища и средства на жизнь. Это моя гарантия. Он сам лично явился к нему и сказал это. Так и было. То есть никогда не было такого, чтобы они бедствовали. Когда человек нацелен, чтобы жить для других, он всегда наполнен всем необходимым в жизни. Всем абсолютно необходимым. Я 10 лет ездил, и у меня не было никакой работы. Просто лекции читал, людей лечил. И Господь давал столько людей и денег, сколько нужно, чтобы ехать дальше. А когда нам надо было ехать отдыхать, проходила такая программа, что гораздо больше средств приходило. И мы ехали отдыхать. Когда богатство приходит к человеку, осознающему свой долг по отношению к людям, это подобно наполнению дождем водохранилища. Когда богатство приходит к великодушному человеку, это подобно плодовому дереву. Который растет на улице поселка для всех. Каждый может подойти и покушать. Если богатство пришло к тому, кто наделен широким сердцем, оно становится неувидаемым лечебным растением, врачующим все проблемы общества. Когда богатство приходит к тому, кто наделен широким сердцем, оно становится неувидаемым лечебным растением, врачующим все проблемы общества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok